Субтитры создавал DimaTorzok Положение глаз Положение рта И при необходимости настраивая расположение бровей Вы удивитесь, как много различных выражений лиц можно сделать, используя всего лишь эти три варианта настройки Дальше вы подаете в верхнее меню Я переключаюсь на расположение конечностей Можно настроить руки, можно настроить расположение ног Вы уже выбираю пункт с одеждой, поскольку один персонаж у меня был красный цвет И пусть второй будет синим И наконец во вкладке «Всякое» я выбираю ему детство Как правило, одного скина персонажа, одного из облика недостаточно для создания полноценного комикса Поэтому я вновь нажимаю на кнопку «Плюсик» и создаю другое расположение Глаз, рук, ног, выражение лиц Преположим вот такой вот вариант Теперь он будет у нас опечаленным Даже может быть немного задумчивым Вновь я выбираю ту же самую агенту, которая была на предыдущем стене И не забываю про степку Персонажи готовы Теперь давайте расположим их внутри нашего комикса Я нажимаю на кнопку «Перейти к созданию комикса» И вот передо мной появляется самый большой прямоугольник Это сцена То место, где будут располагаться персонажи В левой верхней панели находится их полный список Правая верхняя панель пока пустая Сюда будут сохраняться уже готовые сцены Для акционы можно изменить фон Выбрать другой, более подходящий, с вашей точки зрения, вариант И теперь мы различаем на ней персонажа Вот такой человек и его собеседник По необходимости любого персонажа можно отразить Поэтому не так важно, в каком положении вы его создаете Когда выделили персонаж на панели Можно его пододвинуть Так, чтобы сцены переходили сблизи И можно вот здесь в этом поле Вести для него реплицу Кстати, если у вас сцены в фон Можно переключить все тексты на белый Мне кажется, в данном случае сцены будет смотрелся лучше Сцена готова И я нажимаю на кнопку «Сохранить» Как видите, она появилась в правом верхнем углу Теперь меняем расположение персонажа Предположим, красный Понял, что он, оказывается, находится в информационном пузыре Я выбираю нового персонажа А старого персонажа вы также выделить Удаляю, нажав на кнопку «Минус» Для синего персонажа меняю текст реплики Одну сцену сохраняю И последний, третий раз меняю персонажа Вместо вот этого фильма появляется новый Чтобы он расположился ровно на том же лице Я сначала, видите, его добиваются с того силуэта И только потом удаляю старый фильм И точно так же для красного персонажа Сначала добавляю И только потом удаляю старый вариант И вновь пишу текст Уже сцена готова И теперь я нажимаю на кнопку «Показать и скачать результаты» Вот так вот Три кадра будут готовы весь комикс И после нажатия на кнопку «Скачивание» Он сохранится у меня на компьютере в формате PNG Останется немного доработать его в пейнте Нарисовать информационный пузырь Нарисовать, может быть, более яркую реакцию персонажей И комикс, который позволит начать обсуждение на сложную тему Готов Готов